Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим машинно-аппаратурные схемы линий производства мармелада, лимонных и апельсиновых долей. Поддержите автора канала в его работе. Отправьте донат, подпишитесь на busty.tu. Начнем с самой короткой по описанию схемы производства мармелада. Она представлена на экране. Яблочное пюре определенного состава, хорошо протертая из расходной емкости 1 насосом-дозатором 2 подается в смеситель 3 непрерывного действия. В него непрерывно поступает также сахар-песок и небольшое количество патоки. Готовая рецептурная смесь собирается в промежуточный сборник 4, а из него насосом 5 подается в аппарат 6 для уваривания. Уваренная до нужной консистенции жидкая масса стекает в смеситель 8, где она охлаждается до 85 градусов Цельсия и в нее вводятся добавки. С их помощью получают нужный аромат и необходимую кислотность массы. Полученная масса с температурой 80-85 градусов Цельсия сливается в воронку 7 мармелада отливочной машины. Дозирующий механизм заполняет формы жидкой массой. Формы, заполненные горячей жидкой массой, поступают в камеру 9. Благодаря обдувке форм воздухом комнатной температуры масса в формах остывает. Это охлаждение сопровождается переходом жидкой массы в полутвердое студнеобразное состояние. Этот процесс называют студнеобразованием. Достаточно опрочнившиеся изделия механически извлекаются из форм, когда они повернуты днищами вверх на деревянные решета 10. Решета устанавливаются на подвижные стеллажные тележки 11. На тележках мармелад высушивается в тоннельных сушилках 12. А затем на тех же тележках охлаждается в туннельном шкафу 13. Высушенный и охлажденный мармелад поступает на тележках на участок упаковки. Мармелад упаковывается в коробке или насыпью в короба. Далее рассмотрим схему механизированной поточной линии производства формового яблочного мармелада. В состав линии входят рецептурные и варочные станции, мармелада-отливочная машина и сушилка. Пюре, предварительно протертое на протирочной машине через сито с диаметром ячеек полтора миллиметра, подается насосом 17 в смесителе 19, который служит для составления купажированного пюре с целью получения однородной массы пюре необходимой кислотности и желирующей способности. Из смесителей пюре при помощи лопастного насоса 18 перекачивается в сборник 12. Из сборника пюре по желобу поступает в протирочную машину 13 для контрольной протирки через сито с отверстиями диаметром 0,8 миллиметра. Протертое пюре по металлическому спуску поступает в приемный сборник 14. И далее шестеренчатым насосом 15 перекачивается в один из смесителей 20 для сахаро-яблочной смеси. Для создания непрерывного потока установлено два попеременно действующих смесителя. Смеситель имеет горизонтальную мешалку с п-образными лопастями, укрепленными на валу по винтовой линии. В смеситель согласно рецептуре загружается сахар, пюре, лактат натрия, патока и отходы. Сахар-песок перед загрузкой в смесителе просеивается, пропускается через магнитные уловители и ковшовым элеватором подается в бункер автовесов 10. Патока подается из бака 16 через мерный бачок 11. Из смесителя сахаро-яблочная смесь с шестерённым насосом 21 перекачивается в сборник 9 варочной станции. Далее плунжерным насосом 24 смесь подается в непрерывно действующий змеевиковый варочный аппарат 8 на безвакуумное уваривание при избыточном давлении пара 0,18-0,22 мегапаскаль. В качестве варочного аппарата используется греющая часть карамельного змеевикового вакуум аппарата. Из змеевика варочного аппарата уваренная масса поступает в пароотделитель 7. Конечная влажность мармеладной массы 30-32%. Температура массы на выходе 106-107 градусов Цельсия. Уваренная масса из пароотделителя 7 поступает в смеситель 6 отливочной машины. В смеситель добавляется эссенция, пищевой краситель и кислота. Смеситель 6 разделен на две части поперечной перегородкой и снабжен мешалкой. Из смесителя мармеладная масса самотеком поступает в загрузочный бункер 5 мармелада отливочной машины. В нижней части бункера установлен дозирующий отливочный механизм 4 с 18 плунжерами. Отливочная машина имеет цепной пластинчатый конвейер 2. В ячейке металлических пластин вмонтирована по два ряда форм отштампованных из нержавеющей стали. Дозирующий механизм заливает массу в ячейки форм движущегося конвейера. Верхняя ветвь транспортера проходит после заливки форм через охлаждающую камеру 1 с вентилятором 3, где мармеладная масса желируется и застудневает. Формы с конвейера переходят затем в нижнюю часть машины к механизму 26 выборки мармелада с ленточным транспортером, выполненным из прорезиненной ленты и барабаном, обтянутым пористой резиной. Мармелад, прилипая к поверхности ленточного транспортера, выходит из ячеек. С ленты мармелад переходит на решета 25, движущиеся на цепном транспортере 23. Решета снимают вручную и укладывают на стеллажные вагонетки 22. Был создан механизм выборки с пневматическим выталкивателем мармелада из ячеек форм. Для периодической очистки и мойки форм горячей водой в машине под нижней ветвью конвейера имеется ванна, резиновые щетки и форсунки. Решета с мармеладом на вагонетках 22 направляют в конвейерную сушилку. Высушенный мармелад выстаивается и подается на укладку. Производительность линии до 4,5 тонн в смену. Далее рассмотрим схему полумеханизированной поточной линии производства трехслойного желейного мармелада. Из сборника 1 сахаро-агаровый сироп засасывается в варочный аппарат 2. Уваренный до необходимой влажности сироп поступает на приготовление цветных слоев изделий в темперирующую машину 3 и на приготовление сбивного слоя в сбивальную машину 4. При приготовлении желейной массы для верхнего и нижнего слоев пласта в темперирующую машину добавляется патока, яблочное пюре, кислота, краситель и эссенция. После перемешивания желейная масса поступает в разливочную машину 5. При приготовлении массы для среднего слоя пласта в сбивальную машину добавляется яичный белок. Сбитая масса также подается в разливочную машину 5. Разливка слоев производится последовательно с соответствующими промежутками времени, необходимыми для желирования каждого из слоев. На некоторых фабриках производят разливку слоев из шланга в установленные на стеллажных тележках лотки. После разливки верхнего слоя лотки на передвижных стеллажах 6 передвигаются в выстоечную камеру 7 или выстаиваются в цехе. Готовые мармеладные пласты укладывают на загрузочный транспортер резательные машины 8, которая режет их на отдельные дольки и посыпает сахаром. Нарезанный мармелад раскладывают на решета, устанавливаемые на стеллажные тележки 9 и подают в сушилку 10. Высушенный мармелад после охлаждения укладывают в тару на конвейере 11. Производительность линии до 4 тонн в смену. Рассмотрим схему полумеханизированной поточной линии производства желейного мармелада типа лимонных и апельсиновых долек. Сахаро-агаровый сироп засасывается в вакуум-аппарат 2 из сборника 1. Сироп для приготовления батонов из вакуум-аппарата подается в темперирующую машину 3, в которую добавляют в патоку кислоту, краситель и эссенцию. Перемешанную желейную массу разливают на желобчатом столе 4 или заливают в трубчатый аппарат для образования батона. После желирования батоны укладывают на лотки, которые устанавливаются на стеллажи 5. Затем батоны поступают на выстойку в камеру 6 или выстаиваются в цехе. Готовые батоны передают на транспортер 9, где производится обертка их двухслойной корочкой. Для приготовления цветного слоя корочки сироп из вакуум-аппарата подают в темперирующую машину 7, в которую добавляют патоку, кислоту, краситель и эссенцию. После перемешивания желейная масса поступает на размазной транспортер 9, покрывая ленту транспортера тонким слоем. Для приготовления сбивного слоя корочки сироп из вакуум-аппарата поступает в взбивальную машину 8, в которую добавляется белок. Сбитая масса поступает на размазной транспортер 9, покрывая тонким слоем поверхность цветного слоя корочки. После выстойки двухслойная корочка перемещается на ленте к концу транспортера, куда подаются батоны. Батоны вручную накладывают выпуклой поверхностью на корочку, которую затем отрезают по кромке батона. Обернутые таким образом батоны обсыпают сахаром песком. Батоны укладывают на лотки и подают на резательную машину 10, где они разрезаются на дольки, которые затем раскладываются на решете. Решета с изделиями на стеллажных тележках 11 подают в сушилку 12. Подсушенные и охлажденные изделия пропускают через вибрирующее сито 13 для отделения излишков сахара песка и подают на конвейер 14 для укладки в тару. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, поставьте колокольчик уведомления, а в нем все уведомления и вы будете получать уведомления при выходе новых видео. Я желаю вам успехов и до новых встреч.